Сейчас в Академии профессию оператор швейного оборудования осваивают первые обучающиеся. Для них уже подготовлены рабочие места на одном из крупных предприятий города. Обновить систему среднего профобразования и подготовить востребованных специалистов под запрос работодателя – главная цель профессионалитета. Набор этого года – 75 человек, которые будут трудоустроены именно на площадках этого предприятия. Но нужно понимать, что предприятие очень крупное, одно из ведущих швейных фабрик России. И у них 14 площадок по России. Поэтому трудоустройство, как мы понимаем, будет не только в Барнауле. У студентов есть возможность практиковаться прямо во время обучения. В Академии оборудовали 250 учебных мест. Сделали 11 узконаправленных лабораторий и мастерских, максимально приближенных к условиям производства. Мне нравится, мне нравится сидеть за машинкой, весь этот процесс. И вообще, я поговорила со своими родителями. В ближайшее время мне будут покупать свое личное оборудование и уже дома я буду тоже заниматься. Центр посетил губернатор края Виктор Томенко. Он отметил, что на создание такого кластера из федерального бюджета выделили 100 миллионов рублей. 10 из краевого и 20 средств предприятия работодателя. Здесь лучшее оборудование, здесь современные средства производства, здесь современные технологии и здесь будущее рабочее место. Чего же еще желать. Будем большие реализовывать проекты для того, чтобы такие условия создавать, чтобы как можно больше наших молодых людей себя находили здесь. Готовить кадровый резерв для предприятий края продолжат и в этом году. Специалистов для машиностроительной и транспортной отраслей станут обучать в политехническом и аграрно-промышленном техникумах. Мария Мацаева, День с толком.